Смотрите на канале Культура. 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 Мхат. Смотрите на канале Культура. 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 Культура. Смотрите на канале Культура. 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 Смотрите на канале Культура. Культура. Смотрите на канале Культура. Смотрите на канале Культура. 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 Смотрите на канале Культура. Смотрите на канале Культура. Как плачет он порой Куда же вы ушли, мой маленький креульчик Мой смуглый принц антильских островов Мой маленький китайский колокольчик Капризный, как духи, как песенка без слов Как песенка без слов Спасибо То, что он должен был сказать, было весьма опасно в той стране И, в общем, он уехал И вдали от родины было достаточно долго Мне кажется, что в этом хрупком Пьеро Была такая любовь к той стране, в которой он был рожден К культуре Что у него была очень мощная гражданская позиция Так вот, в этой песне, посвященной расстрелу юнкеров Которую мы попытались сделать в своем стиле В своей манере Наверное, есть то, что присуще большим художникам Вот в такой нежной, игровой, изысканной, кабаретной манере Говорить о том, что является насущной проблемой сегодняшнего дня Итак, то, что я должен сказать Я не знаю, зачем И кому это нужно Кто послал их на смерть Не дрожавшей рукой Только так беспощадно Так зло и ненужно Опустили их в вечный покой Осторожные зрители Молча кутались в шубы И какая-то женщина С искаженным лицом Целовала покойника В посиневшие губы И швырнула в священника Обручальным кольцом Закидали их елками Замесили их грязью И пошли по домам Под шмок толковать Что пора положить в уш Конец безобразию Что и так уже скоро, мол Мы начнем голодать И никто не додумался Просто встать на колени И сказать этим мальчикам Что в бездарной стране Даже светлые подвиги Это только ступени В бесконечные пропасти К недоступной весне Я не знаю зачем И кому это нужно Кто послал их на смерть Не дрожавший рукой Только так беспощадно Так зло и ненужно Опустили их В вечный Покой Большое спасибо Я хочу представить Людей без которых Я не смогла бы никогда выйти к вам И сделать то, что мы сделали вместе У рояля Алексей Воронков Контрабас Николай Музиков И уверяю вас Что мы втроем сегодня В меру своих возможностей Попытались послать привет Александру Николаевичу И свой поклон Грянул 17-й год Грянуло страшное для России время Двертинский предпринял Вынужденную эмиграцию И оказался в Турции Где он покупает себе паспорт Другого выхода не было Паспорт был куплен на имя Греческого гражданина Александра Вертидиса И паспортист, выписывающий ему документ Сказал, в Грецию не показываться Потому что паспорт липовый Гастрольное турне забрасывает Вертинского в Польшу, в Варшаву Где он задерживается на несколько лет И там он знакомится С красивой девушкой С рыжими волосами Ее зовут Рахиль Она выходит замуж за Александра Николаевича И становится Ирен Вертидис Этому браку не суждено было долго продлиться Хотя Александр Николаевич пишет в своих песнях Посвящение своей молодой жене Я влюблен ваше тонкое имя Ирэн И в следы ваших слез Ваших слез Вертинский перебирается во Францию И Александр Николаевич знакомится в Париже Совершенно потрясающими людьми Это и Чарли Чаплин и Федор Иванович Шаляпин И первая волна русской эмиграции Для которой в основном он и поет Потому что его слово адресовано родине, соотечественникам В русском ресторане Эрмитаж Где все русское очень востребовано Вертинский кумир и король Его песни Которые носят и гражданскую И человеческую И просто Артистически надломленную Такую ноту Пользуется огромной популярностью И вот сейчас я хочу пригласить сюда Народного артиста России Дмитрия Певцова И мы вспомним именно Иммигрантский период В жизни Александра Николаевича Вертинского АПЛОДИСМЕНТЫ Партия фортепиано Александр Сариев Я маленькая балерина Всегда нема Всегда нема И скажет больше панто мимо Чем я сама И мне сегодня за кулисы Прислал король Влюблен на бредные нарциссы И лакфиоль И затаив Бессилие гнева Полна угроз Мне улыбнулась королева Улыбкой слез А дома В маленькой коморке Больная мать Мне будет больные оборки Перешивать И будет что быть Не вздыхая Мое трико И будет думать Засыпая Что мне легко Я маленькая балерина Всегда нема Всегда нема И скажет больше панто мимо Чем я сама Но знает мокрая подушка В тиши ночей Что я Усталая Игрушка Больших Детей Игрушка 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 Вечерело Пели вьюги Хоронили Магдалину Цирковую балерину Провожали Провожали две подруги Две подруги Акробатки Шел и клоун Плакал клоун Закрывал лицо Перчат Он был другом Магдалины Только другом Не мужчиной Чистил ей Трико Бензином И смеялась Магдалина Ну какой же ты Мужчина Ты Чудак Ты пахнешь Псиной Бедный Пикол Бомбино На кладбище Снег был чище Голубее городского Вон зарыли Магдалину Цирковую балерину И ушли От смерти Снова Вечерело Город Ник В темной Сумеречной Тени Поднял Клоун Воротник И упавши На колени Вдруг Забыл В тоске Звериной Он Любил Он Был Мужчиной Он Не знал Что Даже Розы От мороза Пахнут Псиной Бедный Пикол Бомбино Бедный Пикол Бомбино Судьба Забрасывает его В Китай Он думает Что ненадолго Оказалось Что очень надолго Надолгих Восемь лет Он дает В месяц Двадцать с лишним Концертов Его Любят Его Хотят Слушать Но Этот рай Продолжается Недолго А потом Начинается Бедность И даже Доходит До того Что это Полунищенское Существование Вынуждает Вертинского В день Выступления Выкупать Из ломбарда Заложенный Фрак И потом Опять Его сдавать Потому что Денег На аренду Фрака Нет Однажды В пасхальный Вечер Он работает В русском Ресторане И Знакомится С очаровательной Девочкой Действительно Девочкой Ей не было Двадцати Лиля Говорит Она Он посмотрел В эти глаза Глаза Птицы Феникс Как он ее Называл Это была Лидия Владимировна Его вторая Жена Он присел За столик И как он сам сказал Присел Навсегда Она очаровала Его Начинается Вторая Мировая Война Александр Николаевич Влюбленный В Лилю Делает ей Предложение И Лидия Владимировна Отвечает ему Согласием Они женятся В 1942 Году Вертинский Продолжает Бомбить Советское Правительство Письмами С просьбами О возвращении На родину Он Получает Согласие И В 43 Году Александр Николаевич С семьей Уже довольно Большая семья Он возвращается На родину Ему Уже 55 Но он С Яростью И с творческим Запалом Молодого Человека Мальчишки Буквально Он бросается В гастрольно-концертную Жизнь За роль Кардинала В фильме Заговор Обреченных Вертинский Получает Сталинскую Премию И Произошел Такой Курьезный Случай В Министерстве Культуры Заполняя Анкету Он Вдруг Получает Вопрос От Секретаря Александр Николаевич Вы Заслуженный Он говорит Нет Вы Народный Нет Он говорит Как Он говорит Душечка Деточка У меня Кроме Мирового имени Нет Ничего Я хочу Сюда Пригласить Народного Артиста России Сергея Шакурова И мы Будем Слушать Произведения Написанные В эмиграции Как хорошо Без женщин И без фраз Без горьких слов И сладких Поцелуев Без этих Милых Слишком Честных Глаз Которые Вам Лгут И вас Еще Ревную Как Хорошо Без Театральных Сцен Без Длинных Благородных Объяснений Без Этих Истерических Измен Без Этих Запоздав Сожалений И как Смешна Нелепая Игра Где Проигрыш Велик А выигрыш Ничтожен Когда Партнеры Паши Шулера А выход Из игры Уж Невозможен Как Хорошо С Приятелем Вдвоем Сидеть И пить Простой Шотландский Виски И Улыбаясь Вспоминать О том Что С этой Дамой Вы Когда-то Были Близки Как Хорошо Проснуться Одному В своем Веселом Холостяцком Флете И Знать Что Вам не Нужно Никому Давать Отчеты Никому На свете А чтобы Проигрыш Немного Отыграть С ее Подругой Задеть Флирт Невинный И Как-нибудь Уж там Застраховать Простое Самолюбие Мужчины АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Ты Ты Успокой меня Скажи, что это шутка Что ты по-прежнему, по-старому моя Не покидай меня Мне бесконечно жутко Мне так мучительно Так больно без тебя Ну а ты уйдёшь Холодной и далёкой Укутав в сердце В шок и шеншеля Не презирай меня Не будь такой жестокой Пусть мне покажется Что ты ещё моя Не презирай меня Не будь такой жестокой Пусть мне покажется Что ты ещё Моя Clearly 48 Аплодисменты Аплодисменты Вы знаете, Марьян, что я хотела спросить, я знаю, что для Александра Николаевича возвращение на родину просто было делом абсолютно для него. его внутренне решенным, и он несколько раз подавал прошение о возвращении на родину. Он тосковал очень, и это и в песнях его, и в стихах, так сказать, читается эта тема. И вот последнее прошение было удовлетворено Молотовым. Но это было ведь страшное время, какой он был мужественный, бесстрашный человек. Он ведь понимал, что 43-й год, старинский режим, война. И все-таки он не побоялся, и вот в его письме Молотову рискнул. Да, он рискнул, он поставил все на одну карту. Ведь уже были и вы маленькая, и у него была молодая жена, и бабушка ваша, и так далее. То есть вся семья рисковала действительно оказаться в сталинских лагерях. Вот что это было? Понимаете ли вы, что я думаю? То есть я не думаю, это так и есть. Дело в том, что он был абсолютно русский человек, Александр Николаевич. И для него было невыносимо, что идет война, что он в стране, что он не принимает... Он не мог пережить. Он был человек, который очень тяжело воспринимал чужое горе. Это очень, как сказать, вот так вот про себя пропускал, страдания. У него уже замечательные стихи эти есть. Хотите, прочту? С удовольствием. Я всегда был за тех, кому горше и хуже. Я всегда был за тех, кому жить тяжело. И искусство мое, как мороз даже лужа, превращало порой в голубое стекло. Я любил и люблю этот бренный и тленный, равнодушный, уже остывающий мир. И сады голубые, кудрявые вселенные, и в высоких надзвездиях синий эфир. Трубочист перепачканный черной сажей, землекоп и земли добывающий мел. Жил я странную жизнью своих персонажей, только собственной жизнью прожить не сумел. И меня я легко в своей роли и гримы, растворяясь в печали и жизни чужой, я свою проиграл. Но зато Серафимы в смертный час прилетят за моей душой. Понимаете, это мироощущение. Да, да. Поэтому он не мог не приехать. Еще одно музыкальное приношение нашему великому артисту Александру Николаевичу Вертинскому от популярного актера театра и кино, телеведущего Александра Ф. Скляра. Аплодисменты Пьяна, Сергей Бурхан. Добрый вечер, уважаемые дамы и господа. Манит, звенит, зовет, поет дорога. Ещё томит, ещё пьянит весна. А жить уже осталось так немного, И на висках белее седина. Иду, бегу, летят, спешат заботы, И вдаль туманною текут года. И так настойчиво и нежно кто-то От жизни нас уводит навсегда. И только сердце знает, мечтает и ждёт, И вечно нас туда-то зовёт. А туда, где улетает и тает печаль, Туда, где зацветает миндаль. И в том краю, где нет ни бурь, ни битвы, Где с неба льётся золотая лень, Ещё поют какие-то молитвы, Встречая ласковый и тихий Божий день. И люди там застенчивы и мудры, И небо там, как синее стекло. И мне, уставшему от лжи и пудры, Мне было с ними тихо и светло. Так пусть же сердце знает, Мечтает и ждёт, И вечно нас туда-то зовёт. Туда, где улетает и тает печаль, Туда, где зацветает миндаль. Так пусть же сердце знает, Мечтает и ждёт, И вечно нас куда-то зовёт. И пусть в нём улетает И тает печаль, И пусть в нём зацветает миндаль. Должен вам сказать, С каждым концертом, С каждым пропетым годом Я пою песни Вертинского, Всё время открывая для себя в них что-то новое. Именно поэтому я их и пою. И вот одна из песен, Которую я Совсем недавно, как мне кажется, Открыл ещё раз по-новому для себя, Одна из самых тонких, Одна из самых загадочных Песен Вертинского Называется «Наши встречи». Наши встречи минуты, Наши встречи случайны, Но я жду их, Люблю их, А ты? Я другим не скажу Нашей маленькой тайны, Нашей тайны Про встречи, Мечты. Разве можно глазам запретить улыбнуться? Разве стыдно другую любя? Подойти и пройти, Лишь глазами коснуться тебя. Лишь глазами коснуться тебя. Кто же выдумал все эти «надо», «не надо», «надо», «надо»?» И влюблённую ненависть гордого взгляда, И пожатье презрительных плеч. Наши встречи мгновенья, Наши встречи случайны, Наши встречи мгновенья, Но я жду их, Люблю их, Люблю их, А ты? АПЛОДИСМЕНТЫ 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 В 1957 году Александр Николаевич приступает к воспоминаниям. И к этому его подвигают его коллеги, его близкие, И Лидия Николаевна, его жена, Потому что Вертинскому есть так много что сказать своей стране, своему народу. И 1957 год действительно для него стал в каком-то смысле роковым, Потому что мемуары не закончены. И вот сегодня его дочь Марианна сказала, Что жизнь оборвалась именно по Вертински. Он приехал с концертами в Ленинград, И после его триумфального выступления Дом ветеранов сцены, Старые актеры, Они упросили Александра Николаевича выступить для них. Они так ждали этой встречи с любимым артистом, с кумиром, Что он не мог им отказать. Потом возвращается в гостиницу в прекрасном настроении, Заказывает себе коньяк, Смотрит фильм с участием своей красавицы, жены. И вдруг сердце этого артиста останавливается внезапно. И когда приехали врачи, Вертинского уже не было. Я сейчас хочу послушать его голос, Чтобы вот эта вот ностальгическая нота, Тоска по прекрасному, По-моему-то совершенно одурманивающему нас искусству Опять проснулась в нашем сердце. Дни бегут, как уходит весной вода, Дни бегут, унося за собой года, Время лечит людей, И от всех этих дней Остается тоска одна, И со мною всегда Остается тоска Браво, великий русский артист, наша слава, наша гордость, Александр Николаевич Вертинский. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok